Распространение коронавирусной инфекции сильно повлияло на многие сферы жизни, в том числе и на спортивную. В начале пандемии большинство соревнований проводились в онлайн-режиме. Сейчас ситуация постепенно меняется. Города и районы Кубани все чаще организовывают и проводят спортивные чемпионаты и первенства в очном формате. Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. Не исключение и Славянский район. В Славянском районе стартовал чемпионат по волейболу среди мужских команд. Впервые он был проведен в прошлом году. Традицию решили не нарушать и провести чемпионат и в этот раз. Конечно, с соблюдением всех санитарных требований. В связи с последними событиями, с эпидемиологической обстановкой, было много мыслей запускать данный чемпионат, не запускать. Но в итоге решили, что так как тут мужские команды, взрослые, соблюдение всех санитарных, эпидемиологических условий, мы решили, что все-таки спорт должен развиваться, это здоровый образ жизни. Поэтому решили, что он будет. Раз уже есть такая традиция и такая традиция зародилась, я думаю, что ее нужно развивать ежегодно, чтобы и дети шли в спортзалы, и взрослое население. В прошлом году в чемпионате приняли участие 8 команд, в этом году уже 9. За победу будут бороться сборные таких городов, как Анапа, Темрюк, Новороссийск, Абинск, Крымск. Славянский район представляет сразу 4 команды. Это команда ТЭП, Славянского городского поселения, сборная районной федерации волейбола «Континент», команда ветеранов и юношеская сборная Коржевского сельского поселения «Олимп». Юношеская сборная Коржевского сельского поселения – самая молодая команда-участница чемпионата, в составе учащиеся старших классов. Но несмотря на возраст, юные волейболисты уверенно держались на площадке, практически ни в чем не уступая своему более опытному сопернику – команде из Абинска. Тренер юношеской сборной поддерживал ребят, настраивая на победу. Игра проходила динамично и напряженно. Болельщики, как могли, поддерживали команды. Команды сыграли три матча, по итогам которых победила более опытная команда Абинска. Но славянские ребята показали хорошую игру, чем заслужили уважение соперника. Показалось изначально, мы недооценили соперника, но ребята ваши, славянские, они просто молодцы. Несмотря на молодость, они проявили характер, боевой дух. Было интересно поиграть. У вас много хороших команд, и подрастает молодежь отличная, которая дает всем соперникам понимать, что конкуренция растет, уровень соревнований растет из года в год. Чемпионат продлится более двух месяцев. Победителем станет команда, набравшая большее количество очков по итогам всех игр. Пожелаем славянским волейболистам оказаться в числе победителей. Судя по проведенной игре, у них есть все шансы подняться на педестал подсчета. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».